привет друзья смотрите оборвала листики у капусты все желтые снизу которые были гнилые все по обрывала брокколи уже второй укос видите вот такой сейчас немножко подрастет надо срезать и уже повырывать и наверное вот такая она тут уже какая-то невзрачненькая совершенно вот этот ничего еще смотрите красивенький кусочек такой так тут совойская капусточка закачанчики он завязались и там это моя ранняя конусом уже мы ее кушаем но такая какая-то твердоватая я бы сказала для салата не знаю я салат из нее не делал еще ни разу мы тушили потом пирожки с не делали из лаваша мне больше нравится июньская но это новая ничего сидим эту будем вот сегодня можно даже взять потушить вон тот к большой сам качанчик срезать такие дела друзья он целую тачку нарвала и выбрала лук который был на зиму посажены основная масса его загнулась вот все что осталось выбрала его сегодня он там уже в этой капусте ну такой есть и маленький есть и но я бы сказала очень даже крупный видите какой вот столько его всего лишь у меня получилось немножко так что я тут сегодня еще сделала он вырезала кусочки старого с подбонда и положила под арбузики вряд ли они созреют вряд ли они вырастут ладно ой что будет то будет петрушку надо срезать видите она бедная легла тут на клубнику и еще повалила вся грязи грязище после вчерашнего дождя ника получается густовато посадила ну надо будет рассадить в августе так свеклуха подрастает эту картошку уже можно выкапывать один куст я уже выкапывала так хотела показать вам свой порей смотрите порей в этом году шикарный видите какой порей шикарный уже можно еще подокучить немножко хороший этот рядок вон и синий лучок тоже неплохой это тот что я в европе купила тогда перебрала его тут мало осталось на небольшую грядку но он еще такой стоит перо еще зеленоватая пускай посидит чуть-чуть дожди конечно ему не в тему но и как обычно петуния самосевом посмотрите каждый год здесь вылезает море петунии именно в этом месте и в этом году вылезла снова такие кусты уже большие и цветет вовсю такая-сякая разноцветная кабачки там уже растут зреют уже для уборки потому что что тут уже осталось август глядишь потом все туманы мотва стемнеет холодные ночи пускай уже зреют а те что там посажены будут на молодые чтобы кушать здесь уже рвать не буду пускай зреют выбралась у меня огурчики целый тазик еще сама пока не знаю что с ними делать так тыквы немножко по обрезала чтоб на дыню не лезли но видите он как подбила листья вчера был и град и под дыньки тоже подложила спадбонт везде под все которые у меня тут завязались тут арбузов вообще практически нет вон один какой-то дохлый надо вырвать чтобы не занимал место зря и капусту ту скорее всего тоже выбросить я ее оборвала все листья плохие окучила думала что-нибудь из нее получится но ничего из нее не получится надо вырвать и выбрасывать и все в этом месте больше капусту не сажать получается здесь уже когда раньше она здесь росла лучше всего на этом от участке то в прошлом году там я вырвала его и заболела потом я столько доловитого муки почву раскислила но все равно видите значит почве уже есть этот грибок сюда капусту вообще сажать не буду на эту сторону посмотрите друзья уже зреет голубика видите какая красивая то ли от стресса она бедная заплодоносила второй год подряд ягоды крупненькие вкуснючая голубику обожаю вот надо тут в этом месте на этой горке купить еще пару пустиков каждый год собираюсь и каждый год не куплю и игрушки начали уже зреть которые желтенькие или падают или можно уже их срывать это летняя груша то более позднее а эти уже которые желтые срываешь они уже как мед вкусные просто обалденные и недавно соседка угощала грушами у нее тоже вкусные но они такие более сочные твердые эти наши более такие более мягкие вот еще хотела показать ой спина болит черт никак ничего не проходит вот растереть эти цветочки я уже была нашла их название но естественно забыла язык поломаешь как они называются я их называю всех колокольчики видите миленькие миленькие маленькие колокольчики красивенькие красную смородину всю собрал профессор сегодня тоже надо будет что-то с нее делать все видите красной смородины нету вот сколько получилось красной смородины совсем немножко зато муравьёв не посмотрите киш мякишит вот бегают и по ведру и по ягодам и везде сейчас перемою и что это быстренько с ней сделаю посмотрите как красиво остеосперму цветет видите днем они раскрываются вечером когда снимала не показала вам ну конечно тут немножко под заглушила георгинки посмотрите как ты тут красиво он трава кое-где пробивается хотя много 10 точках за траве тяжело пробиться но надо он вырвать пойти большую для меня это сейчас вырвать какая проблема вот друзья быстренько сварила красную свою смородину и вот получилось две баночки пол-литровых такого жилье или джема как там как получится если пожиже будет то будет желе если погуще то будет джем вот как раз то получилось и поставила две баночки огурчиков прямого посола таким же рецептом как я вам снимала рецепт для вас так что вот так и еще осталось вон пол баночки сделала малосольные чтобы покушать картошечкой вот друзья насколько лучше на окошке выглядит катарантус посмотрите цветет и цветет и цветет а на улице его холодно он сидит маленький этот видите какой большой уже в горшочке потом буду брать из него череночки чтобы был на следующий год уже и вот посмотрите растила пеларгония которую я покупала семена я хотела белую и вроде заказала белую и вроде было и написано белая точно не помню конечно сейчас где-то мне эту бумажку положила но я белую хотела потому что белая у меня нету в итоге вот какой цвет но это конечно и не малиновая как у меня у меня малиновая на более темная алая она более красная то есть такого цвета у меня тоже нет но я белую хотела ну ладно не белая будет такая посмотрите как она тут распушилась он сколько будет цвести веточек одно и уже удалила на тела и очень долго держит цвет кстати вот это мне очень нравится они так что некоторые из пеларгонии очень быстро осыпается надо будет завтра покажу вам свои пеларгонии которые стоят на уличке на крылечке вот на сегодня все друзья желаю вам крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока